Сегодня спецвыпуск русских новостей будет посвящен событиям в Новороссии, в Донецкой и Луганской республике. Больше года там идет война и сегодня нам расскажет о ситуации, которая там сложилась, о причинах и последствиях. Луганский писатель Дмитрий Юткин, который непосредственно своими глазами многое видел и многих знает, и поэтому его знания, его представления о том, что там происходит, нам важны. Это не официоз, это не то, что идет в качестве пропаганды с одной или с другой стороны, а попытка вникнуть в ситуацию и понять, что же на самом деле происходит, в чем правда в жизни, в чем правда. Не, ну, конечно, сказать о том, в чем правда там в жизни, сложновато. Вот уже год, как идет война, там гибнут люди, разрушается инфраструктура, предприятия, дома. При этом, ну, вот если вспомнить, как все начиналось, точнее, как все преподавали это средство массовой информации, они преподавали это, якобы начались эти события только с самого Майдана. Ну, мне кажется, не давалась здесь оценка именно духовного, духовное тому, что там произошло и почему это произошло. Первая причина, конечно, все-таки лежит в глубине духовной сферы. Почему? Потому что все эти годы русских, русских именно Украины, Малороссии, точнее, заставляли быть украинцами. Переучивали. Вот я недавно смотрел статью на русской линии, интересно, вот я пример приведу, где батюшка один, один из московских батюшек, говорит о том, что нельзя переформатировать русского человека, русский народ, он весь заряжен на патриотизм, он весь полностью в связи со своими предками, навечно, навсегда, об этом говорил и Путин, он подчеркивается, и Путин, президент России. Ну, вы мне извините, исходя из этого, как могла получиться братоубийство, это даже не война, это братоубийство на огонь. Гражданская война, по сути дела, гражданская война, там правых именоваток не разберешь. Дело в том, что я уже даже отказался от термина гражданской войны, как особо таковые требования там выдвигаются уже ни одной из сторон. Они вроде говорят и те, и другие правильные вещи, но вы помните, как она начиналась, если так взяли. Донбасс поднялся за русский мир, за русскую идею, так скажем, быть вместе с Россией, восточный вектор развития, и не было требований там, кстати, оставаться в составе Украины. Все были против. Все рассчитывали на то, что как в Крыму будет, что Россия защитит, и тем более Путин сказал, мы не дадим в обиду, если хоть один снаряд там или что-то в этом духе выразился. Но люди поверили, и поверили в тех лидеров, которые выдвинулись, которые, в общем, недвусмысленно демонстрировали свою готовность повторить крымский сценарий. Но ничего не вышло, оказывается, и не планировалось, видимо. Но я если продолжу свою мысль, тут уже в самом изначально, ну, я имею в виду, вот в рассказе этого батюшки, я имею в виду в репортаже или в статье, в небольшую заметку, на виде небольшой заметки, тут уже изначально заложено, если так, прости меня, Господи, ну, так, мягко скажем, неправду. Русского человека все это время переформатировали, начиная с 17-го года. Да, и в Российской Федерации, и в Советском Союзе до этого, да? И в Советском Союзе, и основное то, что происходило, это переформатирование сознания русского человека. Его сначала превратили в советского, на территории Малороссии, русских людей, которые по крови, по духу, это русские люди, это потомки людей, которые жили на Руси испокон веку, вместе, ну, и не братские народы, как нам утверждали это в советской историографии, это единый народ. Единый народ. И 70 лет советской власти, они позволили убедить малороссов в том, что они украинцы, то, что УССР, Украинская Советская Социалистическая Республика, это отдельная республика от РСФСР и БССР. В Беларуси, кстати, происходят те же самые процессы, на которые никто не обращает внимания, на которые в дальнейшем разят перерастив то же самое, что произошло и в Малоруссии. Поэтому говорить о невозможности переформатировать сознание русского человека, это уже, я же говорю, мягко скажем, неправда. Это нас должно, ну, как, уропатриотические вот эти вот третий, как вспомню, Крым, наш и все остальное. Было до того обидно, это служит Луганске, и обида эта была непонятна для большинства, так скажем, наших сограждан и земляков. В чем это выражено? Потому что, получается, Луганск, Донецк, Днепропетровск, Харьков, они не ваши. То есть не Россия, а Россия это и Украина, и Белоруссия, и Россия. Я вот так вот считаю, как оно все это выглядело для русских патриотов со стороны. То, что там вот сейчас, что это перетекло. Вот, опять же, мы выступили против бандеровцев, которых нам показывали каждый день по телевидению. Яроша, Фарион, Мирошников, Тягнебоков, ну, Тягнебоков и всех остальных, которые выкликули фашистские лозунги. И мы заряжались каждый день бодростью, глядя на их физиономию, и ждали у гостей врага, и готовились подниматься, встречать. Надо заметить, а русских людей не показывали. То есть, с другой стороны, как будто не существует. Да, и вот самое интересное, эти люди исчезли вообще полностью. Из телеэфира Украины практически их не видно, не слышно. Ну, сделали свое дело, использованной пропагандистской кампанией, в том числе и российской. И теперь они не нужны. Получается так, вот это было, только как, не было ни единой силы. Кто бы сейчас не рассказывал. Вот я считаю, вот это сейчас популистика идет. То, что рассказывалось, якобы кто-то боролся против войны. Если кто и боролся, это были маленькие, мизерные организации, которых, ну, никто за Комариным их писком не слышал. Остальные все были заряжены на войну, как бы то против Киевской фунты, как бы то против Бендеровцев. Но самое главное, то, что мы видим сейчас, там, это смерть, разрушение, убийство русских людей, где обманутые русские люди, которых все годы приучали называться украинцами, участвуют в карательной операции на юго-востоке Украины и убивают свои же единокровные братья. Вот что там происходит, это очень страшно. И непонятно, вот честно скажу, сама позиция России в этом вопросе иногда непонятна. Вот последний случай с Михаилом Тарасенко, Тарасенковым, которого выдали на границе ополченца, и знали, что его ждет в Киевском, так скажем, он сразу попал в тюрьму. Это наверняка о его судьбе больше нигде не говорится. Одно время покричали портретические сайты и замолчали. Непонятно участие предпринимателей, бизнесменов, также продолжают, которые вести свои дела в Украине. Украинские бизнесмены, что там говорится, у самого Порошенко, фабрики благополучно работают и процветают в Липецке. Он получает прибыль в России, хотя называют при этом Россию врагом. Эти мысли, честно скажу, они как-то не оставляют покоя. Когда они в неможем странно, какая-то война, где все кричат о борьбе с Киевской фунтой, но в то же время с ней сотрудничают. И, опять же, со стороны Украины, в которой здесь могут сюда приезжать, опять же, бизнесмены решать какие-то свои вопросы. Их война это не касается. Она опять касается простого народа. Может быть, это как раз и проявляет сущность власти, которая в Российской Федерации, на Украине, во всей постсоветской системе образовалась. Может быть, это даже правда и о советской системе? Что там подспудно созрело? Нет, ну, я знаете, я по убеждениям монархист, как и вы, поэтому для меня это не является заранее. Я знаю, что с 1917 года наша Родина не является свободной. Ну, минимум, о чем мы можем говорить, что у нас все это время с 1917 года существует в виде полуколонии. Это минимально. Ну, это мало кто понимает, и мало кто понимает тот прогноз Ивана Ильина, который он сделал, что после коммунизма наступит именно то, что вот сейчас мы видим. Он сформулировал это еще в книге «Наши задачи», которая вышла в 54-м году XX века, где он сказал, что там и на верцы всех вер, и на родцы всех городов будут здесь распоряжаться как своей территорией. И преодолеть это может только русская национальная диктатура. То есть заявление прав русского народа, какие русский народ понимал во всей своей истории, самым жестким образом. Но русскому народу подняться не дают, то есть осознать себя субъектом истории. И вот все время его делят и говорят, вот видите, между вами конфликт, давайте, давайте конфликтуйте дальше. И вместо национального правительства у нас антинациональные. И они везде антинациональные. Может быть, в Беларуси еще не так. Но придет там антинациональное правительство после Лукашенко. Это тоже будет не так уж долго ждать этого момента. То есть созревает какое-то то, что многие не ожидали в начале 90-х годов. Ну как же так-то? Мы же вроде как коммунистов отстранили. Вот теперь должно быть наше настоящее национальное. А ничего подобного. Из-под спуда коммунистического режима выросли сорняки ультралиберальной, изменнической, воровской власти. Ну если говорить об Украине, то, что это все время происходило. Ну не просто так, конечно, свалился, так сказать, развалился Советский Союз. Это тайна, покрытая мраком, конечно. Это когда-то доведется ли узнать нам или нет, или нашим потомкам. Это неизвестно, конечно. Я не верю, что просто так могла руку такая могучая держава. Но то, что происходило потом, как ушла идеология КПСС, да, казалось. Ушла и так, казалось бы безвозвратно. Но что в то время произошло? Чуть покричали там о духе том, который навязали и на родческий, и на верческий, так скажем, практически сатанинский, богоборческий. В то время советская власть навязалась, главное, она боролась с духом русским. Или, как его назвал Ленин, великорусский шовинизм. Именно этот дух русский убирался все эти годы, навязывалась новая, создавалась формация советских людей. И как вот уже народ задыхался от лжи и фальши той, которая царила в стране. То, что страна задыхалась с пуд на тонны, на сот тонны этой лжи, уже невозможно было. Ну, смотрите, в Новороссии примерно то же самое. И сейчас во всей большой России уже то же самое созрелое настроение. Да, я вот что хотел сказать. А прорвало как-то не в ту сторону, потому что вроде поначалу это там русский мир, там со спасом люди флаги подняли, черно-желто-белые имперские подняли. Потом все как-то рассосалось. Казалось, что да нет, тут вообще-то советская власть, тут депутаты собираются и говорят, вот мы правоприемники России, которая называлась СССР, а вовсе не исторической России. Как-то снова не в ту сторону, опять не в ту степь нас бросило. Дирижеры, то и режиссеры всей этой игры. То есть они хотят либо воровской либерализм, либо воровской социализм. Им все равно, как это и будет окрашено, как это будет назваться. Главное, чтобы работали антирусские программы. И они работают, вот как сказать, вот если вспомнить, то как начиналась борьба против Киевской фунты, она начиналась под воздуманием русского мира. Но то, что там сейчас происходит, и когда вот думаешь, за что погибли тысячи ребят, ну лучше ли ребят, которые верили в торжество, идеи, что будет жизнь наша меняться. Дело было и разговор не только о приемлемости идей, которые нес, так сказать, несла Киевская фунта, фашистская фунта, как ее у нас называли и называют. Хотя это, ну далеко этим не является, вы сами прекрасно понимаете. Это другие идеи, они бесчеловечные. И, возможно, даже никакой идеологической краски не несут. То, что и происходило, в принципе, у нас до войны в Украине. Разве до этого не уничтожался наш народ? Разве до этого не уничтожались остатки русской культуры у нас? Разве не... Разве вот... Ну тут один даже, вот я пример могу привести. Вчера в интернете видел комиксы на Украине. Вышли, посвященные героям Абдура. Точнее даже киборгам, которые воевали. Они там написаны супер-городы, что называется. Укроп, там еще что-то. Выпустили комиксы. Смешные, веселые для маленьких детей. И вот когда с этими девушками, которые создали этот комикс, автор и художница, они говорили, да, нужно, типа, с малых лет воспитывать патриотизм, любую укропину и все остальное. Но это уже даже в этом сама извращенная суть того, что герои превращают... Естественно, должны дети верить в то, что могут быть герои, которые обстреливая Донецк, убивали женщин, детей, стариков. И ленить этих девушек, которые создали эти комиксы за деньги. Ну, несподелем, это мы, наше поколение, более старшие люди. Мы спокойно наблюдали, как растили, выращивали эти комиксы. Вообще, я имею в виду тех, кто сжигал в Одессе людей живьем. Тех, кто орал на Майдане, кто на Скачат, то и в Москве. Нападал при этом на милицию, калечил, увечил. Тех, кто творил вот это все на Украине. Тех, кто участвовал в основном в погромах, в убийствах людей, в поджогах, издевательствах над людьми, унижения людей. Это были те, выросшие поколения, Ивана и Марии родства Николаевича. Для которых, кстати, в Российской Федерации ведь то же самое. Мы просто как-то позабываем об этом. Но ведь один в один. Ведь звание Героя России у нас дается просто преступникам, убийцам и врагам страны, у которых руки полукать в крови. Это больше всего распространено для того, чтобы подкупить каких-то там чеченских полевых командиров, чтобы они лояльно относились не к России, а именно к Кремлю. Лично там, к любимому и родному для них нынешнему президенту. Ну, это же дискредитация полнейшая. Там, боевые награды, орден Героя России, там, раздают, там, ну, вообще кощунственно, там, всяким, я не знаю, как назвать, там, принадлежащим к разным меньшинствам людям, выдают, там, не знаю, например, орден Святого Александра Невского. Или явным врагам России, там, орден Андрея Первозванного вешают наши, там, выше, выше орден Российской Федерации. Это же то же самое, тоже воспитывают, воспитывают подрастающие поколения, что вот они, вот это, это герои, вот это герои, которые убивали, убивали людей здесь. И там то же самое, получается, что технологии-то все одни и те же. Земля то одна и один мы народ. Хотя вот многие удивляются, когда говорили, ну, говорится о том, что Украина это тоже часть России. Ну, просто, знаете, сто лет людям успели промыть мозги. Мягко, 70 лет при советской власти и более в жесткой форме, вот, 24 года это продолжается. Это происходит вот поныне. Ну, все-таки какой-то был прорыв в Новороссии, когда показалось, что вроде бы русские поднимаются, что это именно русские происходят. Это не выдумка Кремля и там не какая-то политтехнология. Вроде бы русские подняли. Даже если кто-то там спровоцировал это в своих целях, ну, вроде бы поначалу казалось, довольно несколько месяцев, полгода, может быть, больше, что русские там перебьют, передавят вот этот сценарий гибельный и возьмут как-то на себя и дальнейшее государственное строительство и вопросы на соединение с Россией. Вы знаете, чем, вы сами прекрасно знаете, точнее, чем отличается русское движение от движения того же и тех же сианистов, от движения, да даже взять так, ну, дохленькое на самом деле движение на УСО, по украинских националистов, тем, что у нас нет особо каких-то программ, которым мы руководим, ну, все, так скажем, общественные организации, которые русско-патриотического толка держали за свою, так скажем, стратегию идеологическую, выдерживали ее постоянно, объединялись бы под ее знаменами, куда-то шли долгосрочные планы какие-то, в отличие от тех же, так скажем, семиста, которые этот конфликт наверняка просчитали не в одном десятке институтов, распределили этапы, как это все будет разыгрываться, переигрываться. В основном русское народонаселение участвовало в этом, как в роли статистов. И масса, народная масса, которая велась, в основном, как не страшно, а велась, как стадо баранов за козлами. Всевозможными, так скажем, как раньше водили отару. По разным направлениям. Ну, я не знаю, как вот передать масштаб той трагедии, которая реально там началась. Это только начало, я скажу. И тот русский народ, вообще сам русский, русский, ну, он сейчас, так скажем, стоит перед вопросом выживания. То, что происходит, даже, ну, свидетельство вам скажу, радостное восприятие всем населения РФ празднования День независимости России, день отмечания, день государственной декларации, там про возглашение, все остальное. Это страшно. Людям не объяснишь, что празднуется в этот день, как у нас День независимости празднует. Это развал великого государства, разрыв по-живому нашего народа, который сейчас, на данный момент, является самым большим разделенным народом мира. Это страшно. Убивается сам русский дух. Я не говорил. Вот все эти годы убивается русский дух. Особенно активно последние 100 лет. Он и до этого с ним боролись. Ну, особые успехи, конечно, в 20 лет. Потому что здесь, даже в России, ну, и воспринимают людей с Украины, русских людей, как представителей иностранного государства. Это очень... Почему же вот русские, которые всегда славятся тем, что в особенно острых ситуациях, в ситуациях войны как-то объединяются, находят в себе вот этот героический потенциал предков, почему в Новороссии это не произошло? То есть там произошло, на самом деле, это на фронтах-то проявилось, это русская неуступчивость, русский героизм, русская воля проявилась. Но почему-то в политику это не перешло. И на фронтах там тоже самые разные ситуации, наверное, вам лучше известно, чем мне. Вот кто там рулит этой ситуацией, кто нагнул под себя, можно сказать, в том числе и тех, кто взял в руки оружие. Ну, как вам сказать, не скажешь так, что нагнули или там жестко. Ну, конечно, убийство Бэтмена, Мазового, говорят об ином, но я бы не сказал, что все равно жесткое было воздействие на основную массу бойцов родного ополчения. В основном все равно это были люди, как взявшие в люди руки оружие, это люди формации постсоветской, постукраинской, и как бы там ни было, вот у нас, Луганская, Донецкая область, это держалось всегда как заповедную искусственность, и удерживалось как заповедник советской власти, ну, коммунистинская, так скажешь. А в то же время, для чего это держится вообще-то? Я думаю, за этим тоже просматривается стратегия тех людей, которые планировали на будущее. Братоубийственную бойню, еще раз подчеркну, это не гражданское время, это братоубийственная бойня, где брат убивает брата. Для того, чтобы, зная настроение людей западной Украины, которые там тоже постоянно поддерживаются, и не нацистские организации, и партии всевозможного духа, вот такого ультраправого, для галичан, которые считают реально пандерусовыми героями. А у нас в Советской, этот конфликт, он был законсервированным виде, и, так скажем, он вполне созрел, в какой момент, вот даже эксперимент 2004 года, они даже его провели, он практически тогда разорился, и тогда могла бы начаться гражданская война. Но те, кто курировал этот проект, братоубийственную бойню, и люди, народ еще не созрел, надо еще время, для того, чтобы его запустить. Вот сейчас, в 2013-2014 году, это осуществилось. Выросло поколение полностью Иванов, и Марии, и родства они были. Вы, видите, большая часть участников молодежных всевозможных акций, противозаконных, и все остальное, это как раз молодежь. Она более активна, пассионарна. Но это поколение Иванов, родства они помещены. И это происходило, самое страшное, наше, в нашем городе. Это реально страшно. Хотя мне... Какой выход, вот из этого может быть? Есть русские люди, которые все-таки пытаются что-то слушать, что-то понять, найти хотя бы для себя какой-то вывод, что делать в этой ситуации. Ну, с одной стороны, есть люди, которые живут на так называемой Украине, есть те, кто живут в так называемой Российской Федерации, есть те, кто находится в зоне острого конфликта. У них, видимо, сценарии жизненные разные должны быть. Да, совершенно разные у тех людей, которые сидят постоянно под обстрелом. Недавно, что вы сами знаете, что происходило в Донецке, был антивоенный митинг, где собрались жители Донецка, точнее, не Донецка, а окраины Донецка, которые постоянно... Вы не помните, как Илья Александровна, вылетела у меня из головы. Окраина Донецка, которая... Там собралось около 300 человек, которые постоянно обстреливаются. Находятся они под обстрелом. Они собрали в центре Донецка, требовали прекращения войны или каких-то решительных действий от власти, чтобы выбить артиллерию украинских войск, которая постоянно била по этой окраине, по этой стороне Донецка. Там еще один момент интересный прозвучал, который мне озвучили соратники с нашей организацией живущей в Донецке. В то время, когда идут обстрелы, частенько, в центре города праздник идет. Вы знаете... Кафе работают, там свадьбы... Не только. Открытые праздничества... Манкеты? Нет, даже это было бы мелко, если бы это свадьбы, там это не... И во время войны... Какие-то культурные мероприятия на весь город с фейерверком и все самое. В то время, когда убивают людей. Знаете, это очень страшно, это верх цинизма, это... Тут уже даже в одном этом... Но люди... Знаете, я вам скажу, не знаю, как брать тут, как говорить, какими категориями рассуждать. Я тоже не батюшка. Виноваты ли сами люди, которые так себя ведут и понимают ли они. Это... Ну, нас сделали такими все эти воды. У нас... От нас убирали Бога, от нас убирали любую... Так, память духовную и духовное наследие наших предков. В принципе, могут ли осознавать это люди, которые воспитаны на ценностях общества потребления. Или вот тоже недавний пример. В Луганске, в Донецке прошли конкурсы красоты. Ну, с такой, вызывающей похабщиной. А вот в плане того, это опять же, во время боевых действий, во время войны, опять же, те же самые американские ценности, которые были навязаны нам, нашими врагами, на развращение нашей молодежи, на уничтожение ее морального облика и нравственных каких-то категорий. Ну, даже у Донецка смешной там момент, эти красавицы, которые даже не понимают то, что они делают, то, что, ну, как, этим идет публичное убийство молодежи. Донецка публичное убийство каких-то нравственных начал, понятия целомудренности, от добродетели. Они ходили, эти красавицы, с иконами по сцене, по подиуму, дефилировали, награждали, как победительницы отборочного конкурса этими иконами. Это, ну, верка, щунство, это вера. Это над нами уже так смеются. Они же сами, те, кто режиссирует, то издевается и все эти годы пьет курс русского народа. Знаете, это очень страшно. что делать русскому человеку в Новороссии? То есть, есть люди, которые там находятся на грани соприкосновения в боевом. Есть люди, которые там живут где-то в стороне от этого и вроде знают, что есть война, но она, как бы, их не очень касается. Есть люди в России, которых вообще ничего не касается и вроде как они даже про Новороссию могут и не думать. Вы знаете, так поступает, так скажем, большая часть граждан России так общаясь в повседневной жизни не особо. Вот телевидение спал, накал по телевидению, того, как показывают. даже когда-то Мазову одном из интервью сказал, телевидение интересно только, когда там льется круг, убивают людей. Это все показывают. Знаете, насколько это все страшно, людей приучают даже потреблять это насилие, которое на них бьется. с экрана и даже они не понимают, это насколько это страшно в духовном плане. То, что нас приучают к этому, что это реально сидит человек, жрет кубкорн, подбивает пивко и смотрит, как там убивают. очередной боевик. да, да, вот восприятие именно такое. Потом выйти на улицу этим поделиться, ощущение того, что это убивает братьев и сестер, что мы один народ. как-то, знаете, если это чувствовалось в прошлом летом, когда нам далась эта обстановка постоянно, мы русские, русскому помоги, тогда это хоть как-то чуть сейчас. А вы знаете, вот сегодня он переписывался с одной поэтессой знакомой, она с Луганской, вы знаете, не только в России люди, так скажем, на швирубежище, но и в Украине часть луганчан выехал от дончан. Вот она пишет о том, что нужно больше о мире думать, не о том, как вот это все остановить безумие, ну и тоже время, что в Украине все функционируют, в Украине работает соцпрограмма и все остальное. Я говорю, ну, ты забываешь об одном маленьком факте, так скажем, моменте, что, точнее, это есть основное, что не войска, не народное ополчение, бомбиты, обстреливают Львов, Голна, Тернополь, а украинская фунта, которая реально является фунтом, захватившая насильственное, правительство, захватившая насильственную власть в Украине, послала карательные войска на Донбасс, приготовив в операцию, так называемую АТО, погибают в основном больший процент, самый высокий процент гибнущих людей, там, это мирные старики, дети, женщины. Вот этот момент. Конечно, то, что это сейчас превратилось, это даже не похоже на гражданскую, это просто бой. Русские люди убивают русских людей, не больше. Вот этот сценарий, который был запущен с помощью средств массовой информации, это в первую очередь, как и с одной, со второй стороны, и опять я хочу подчеркнуть, не было ни одной влиятельной политической силы, которая попробовала остановить этот конферен, не было и сейчас в данный момент. практически не наблюдается. видимо, выгоден этот конфликт, видимо, выгодно, чтобы русские как можно больше убивали русских и привыкли к этому, что это норма. Может быть, в другом месте такой же сценарий скажут, да, вот здесь тоже границы вас разделяет, там одни, здесь другие. Ну, сценарий, политпроект сам Украина, он готовился, дело в том, что даже более стали, если мы помним, это упорная работа. Конечно, тут и работает и над другими проектами, позволившим разделить русский народ, я имею в виду, я услышал, тут есть и поморский народ, и алтайский, и сибирский, и казачий народ, но этот, даже вот украинцев выращивали, чтобы довести, чтобы малороссы поверили в то, что они не русские, понадобилось более ста лет, более века, огромная работа, огромная работа на государстве, на мураве. позвольте. Вопрос, во-первых, во-первых, во что это все выльется, да, то есть какой-то прогноз, конкретно в этом случае, который мы рассматриваем, и что делать русским людям, которые все-таки хотят выжить как народ, не просто обеспечить своей семьей другими существованиями. Тут иного вывода, кроме того, что русский народ все-таки должен стать, наконец-то превратиться из народонаселения, превратиться в народ и учиться отстаивать свои права какие-то, хоть какие-то, хотя бы начать с элементарными. И сейчас речь конкретно идет уже о выживании. Если народ наш не очнется, его и дальше будет как стадо баранов вести в пропасть, и закончится это исчезновением нашего народа. Просто даже, хотя я как человек православный, как монархист, я как православный человек в первую очередь верю в святоотеческие предания, я говорится о том, что Господь все-таки помилует Россию и будет являться... Если Россия не захочет, если русский не захочет, я вам скажу, что тут миловать. Андрей Николаевич, то, что сейчас в каком находится духовном пленении русский народ, народонаселение, я не буду говорить о народе, народонаселение, народам надо еще стать, понимаете, это может исправить только Божие чудо. У вас у самих опыт огромной, работа и политическая, и в социальной, публицистической сфере. Много вы общаетесь с людьми в России не в одном регионе, так как я вот общался и в Украине, и то, что мы видим в основной массе, это страшно. Реально, это страшно. это, так скажем, людская масса, которая подчиняется командам по зомбоящим, верит в зомбоящим, которая находится у врагов в наших народах, в руках, которые им владеют, которые... Все-таки для людей нужен какой-то, какой-то, если не прогноз позитивный, который может состояться при их участии, то хотя бы какая-то установка на ближайшую жизнь. То есть нас могут слушать те, которые скажут, да, я с вами солидарен, я полностью понимаю. Русский народ... А делать-то что? Русский народ должен стать русским, на животе, должен включиться как-то более... Ну вот для конкретного человека это так... Более активно. Я думаю, так вот, в первую очередь, у нас большое перед войной, большую роль изучил, так как мы что можно сделать, большую роль мы придавали созданию общин. Попытаться создать русские общины, попытаться как-то повлиять, ну хотя бы на районном, сельском, городском уровне опять участие простого народа, народом власти, так скажем. Участие... Ну то есть это минимум таких действий, как местное самоуправление, которое отстаивает интересы коллективные, и каждого человека в отдельности, который постоянно притесняется этим режимом. То есть хотя бы вот эта деятельность связанная с правозащитой и взаимной поддержкой на микро-микро уровне. Да, да. Даже что там, конечно, проблемы войны и мира, это мы, каждый из нас такой геополитик начинает там решать за всю историю на века вперед и там за всю Россию, а в своем быту не может произвести каких-то элементарных действий, там написать исковое заявление в суд или там пойти к чиновнику разобраться с тем, что там творится в ее собственном мире. Вот в этом проблема, конечно, я тоже ее вижу, что получается, что люди здраво начинают мыслить, когда они здраво действуют и наоборот. То есть это как бы взаимно подкрепляется. Если хоть что-то в жизни есть здравое, то человек начинает здраво мыслить и о глобальных процессах, и там о войне и мире, там о судьбе России и русского народа. А если он вообще ничем не занят, а только вот своими чисто бытовыми потребностями и его личное право его не интересует, потому что он раб по жизни, то тогда у него и все мысли о жизни тоже совершенно примитивные и очень удобные для начальства, которое будет так и дальше помыкать страну и народом, пока все это дело не схлопнется, пока не закончится историческое существование нашей страны и нашего народа. Если это так, то есть мы, я так вот понимаю и вас тоже, ну делайте хоть что-нибудь, да, речь идет не о том, чтобы всем собраться и поехать в Новороссию воевать за русское дело, тем более, что поехали, поехали, но теперь оказывается, что поехали. Ну русского то дела там уже. Где это русское дело? Русского, ну я же уже... Может там поначалу было или казалось, что было, а сейчас ну что-то читаем. Обхитрили, это минимум обхитрили, переиграли. Дураков легко обхитрить, то есть если вы, вот не было войны и эти же люди, они ничем не занимались, ну как бы... Духа русского там не было, реально, вот среди... Ну самое страшное, почему? Кричать можно любые лозунги, любые лозунги можно вкладывать говорящие головы, которые торчат в телеэкране, но если нет сути и нет насыщения русским духом, я имею в виду вот на тот момент не было. Вот сейчас он пробудился с войной, с кровью, страданиями не во всех, но кое-кому проснулся и вдруг вспомнил под обстрелом, когда оказался, что он русский, предки и что убивает за то, что он русский, за то, что он русский. И война, потому что надо убивать русских, пусть их, я не скажу, что их очень много там этих людей пробудет. Даже вот я просматривал недавно интервью Ходоковского, буквально сегодняшнее или вчера что мы живем в Ходоковске говорю, о том, что большую часть времени приходится тратить на борьбу не с 70%, не с Укра-СМИ, не с какой-то лживой информацией, вот типа с патриотами русская направленность, вот такой момент. То есть он борется с русскими? Ну, не так, скажем, это якобы лжепатриотизм, но в таком вот смысле, что они делают там дело четкое, а дело делалось все эти уводы на Донбассе такое же, как делалось во всей Украине. Шло уничтожение русского духа, русской культуры, дерусификация региона при полной поддержке этого населения. Если что-то обучали, никто это особо не высказывался. Был определенный момент, когда выступали люди против этого. Быстро эти протестные настроения подавились, опять же, культурно, грамотно, все. Все, ну, скажем, радостно встречали 23 года незалежности, выходили, салютовали, пили, радовались, кушали шашлык, понимаете, радовались незалежности. И особо как-то, а ты при этом душевно не страдал, что это празднуется победа над его страной, победа над историей русского народа, победа над традициями, победа над нашим будущим и все остальное. Что так могли только этому радоваться, только нашим районам. Никак не было. Мы должны закругляться, надо какой-то финальный аккорд какой-то сделать. Немножко в вашу сторону. Ну, вот так вот говорить, в принципе, я не знаю, на камеру, на такие вещи, что вообще делать. Тут есть некоторые вещи, которые сказать не может. Ну, понятно, но надо в общем плане какую-то дать установку, я думаю. Самое главное в этом, конечно, это пробуждение русского. Это то, что если русские не захотят вспомнить, что они русские, они навсегда исчезают. Ну, русские, это тоже надо как-то тоже расшифровать. То есть, человек говорит, да я по-русски говорю русскую историю, вроде как я знаю. Русскоязычный. Ну, даже так вот. Я русскую историю знаю, люблю народ, я против этой бойни и так далее. То есть, я разделяю ваши взгляды, ваш пафос, что мы должны стать русскими. А что более конкретного для человека? Что он должен в своей жизни изменить не для того, чтобы почувствовать себя русским, он уже себя чувствует. Для того, чтобы вокруг него вот эта русская следа возникнет. Андрей Николаевич, я вот, знаете, вот такой момент, когда в Киеве бушевал Евромайдан, ну, гибли, уже начали гибнуть люди. у нас проходили там манифестации в Луганске, я имею в виду, больше это заряжено с администрацией, они шли под логой, они майданят, мы прочуем. И вот все воды, это просто один из показателей, того, что центр кипит, запад эшелонами едут к Украине, а мы в это время прочуем, мы считали, что это, ну, хорошо. Это, ну, я имею в виду, восток Украины. И вот принцип жить подальше от политики, подальше от того, что вокруг тебя происходит, моя, принцип жизни, моя хата с краю, вот за это мы сейчас наказываемся. Не за что-то другое, пусть не лгут, не рассказывают там про бандеровцев, злобных, про американцев, хотя у нас, я же говорю, внутренняя жизнь, буквально, если ее можно так назвать, она проамериканская так и осталась, и в ЛНР, и в ДНР, понимаете, вот казалось бы, война идет. Но опять же, тот принцип, мы вне политики, мы в политику не лезем, это принцип жизни, моя хата с краю, это политика, и даже в церквях назвали это политправославие, призывали прихожан, верующих людей, не лезть в политику, это политправославие, это не дело христианина истинное, понимаете, вот не спрашивая, политика ворвалась в жизнь каждого жителя Донбасса. Она разрушила ее жизнь до основания. Говорят так, мы делом занимаемся, а вы там политики. Да, да, да. А на самом деле, дело русского человека, и должна быть политика, но понятая так, как восстановление русского в самом себе и во всем окружающем пространстве, вплоть до высших эшелонов государственной власти. Если там не будет русского, то тогда нам будут устраивать войну русских с русским. А в верхах будут сидеть и радоваться, как мы друг друга режем, расстреливаем, уничтожаем и так далее. Я вам скажу, то, что произошло в Новороссии, опять же, не послужило ни для кого практически. Потому что все даже освещение. Для многих, да. Для многих. Для почти практически для всех. Почему? все слушают и делают выводы, те, что говорится посредством массовой информации. Нельзя забывать того, что все эти вводы, средства массовой информации с огромным успехом уничтожали русский народ. Вот духовный потенциал. Это вот у нас еще один позитивный пункт, который мы можем предложить русским людям. Это либо вообще отказаться от просмотра телевидения и употребления того продукта, который нам спускают официозные СМИ. Либо очень тщательное фильтрование того, что вам пытаются заложить в голову. По крайней мере, полное недоверие ко всем средствам массовой информации. Если они массовые, то они уже подконтрольные. И значит, на вас они пытаются как-то давить. Если они хотят вас как раз переформатировать, то надо этому сопротивляться. Этому надо противопоставлять свою волю к самостоятельному мышлению. Прости, Господи, но дело в том, что опять скажу так, вот вспомню, с чего я начал. Батюшки, это слова русского человека никогда не удастся переформатировать. Вот эти вот громкие фразы ура-патриотов, которые возникли, ну, я их называю, ну, как если, Крым-наш. Вот под этим, вот за Крым-наш от любого легко толпой. Легко. И даже там закричат, загалдят. Ну, как просто вот все эти годы нас же легко, ну, легко, для этого лучших людей истребили. В начале годы советской власти десятки миллионов были убиты лучших русских людей. Разрушены храмы десятки тысяч, исторические памятники, историческая память народа. То, что позволило сделать и провести огромную работу переформатирования русского человека. Трудно пробудить русского в русском? Очень трудно. Опять же, мне кажется, вы знаете, я вот сколько встречаюсь с людьми, которые давно занимаются политической деятельностью так скажем русского направления и борются за хоть какие-то элементарные права для русского человека на нашей земле. Вот у всех, многих уже давно впустились руки, они что-то делают по инерции, по пробуксовке, просто как упала у людей вера, что это возможно. Многие говорят, что здесь, в этом случае поможет только Божье чудо. Вот это вот реально молить Господа, чтобы хороить. Господь над нами с милостью. Остается заключить, что мы все либо пассивные наблюдатели за гибелью страны, либо соучастники того Божьего чуда, которое через человеков будет воплощено в жизни. Да, только через человека.